Назад в СССР. Новочебоксарские школьники с помощью родителей и учителей вернули целую эпоху. Так в школе номер два появился уголок живой истории. В одном из начальных классов появилась выставка под названием «Так учились наши родители». В классный музей побывали мои коллеги Галина Титарчук и Николай Яковлев. В нашем небольшом музейном уголке. Торжественное открытие экспозиции состоялось в конце января. А с начала февраля в классный музей потянулись посетители. В роли экскурсоводов ученики третьего А, те, кто участвовал в создании музея. В школьном музее называется «Так учились наши родители». Я дома поговорила с мамой, она тоже очень заинтересовалась этой идеей. И передала мне все свои учебники, по которым училась в четвертом классе. Ксюша Лаврентьева вместе с мамой разыскали школьную форму советского образца. Кто-то принес пионерский галстук, фотографии и многочисленные дипломы, грамоты 80-х годов прошлого века. Общими усилиями собрали около 60 экспонатов. Нам очень интересно узнать, как учились наши родители в школьные годы. Я думаю, что наш классный уголок, он освещает наш класс. И мы, когда приходим в школу, в класс улыбаемся, смотря на этот уголок. Идея создания необычной выставки возникла случайно, с легкой руки классного руководителя Ирины Вахеровой. Мой класс третий год посещает художественный музей города. Мы там занимаемся. Каждый месяц входим в музей, с нами работают. И вот пришла такая идея создать в классе самим музей. В классном музее, как и в настоящем, есть даже книга отзывов и предложений. Каждый может здесь оставить свою запись и пожеланиям, что с удовольствием делают и школьники с параллельных классов, и учителя. Третьеклассники уверены, что этот уголок истории будет интересен и выпускникам второй школы, которых планируют приглашать сюда во время ежегодных вечеров встреч. Ребята, я вам желаю, чтобы ваш музей пополнялся новыми экспонатами. И чтобы с нас брали пример все ребята чувашие. И в своих классах открывали такой же классный уголок, как учились наши родители. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика.